МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На востоке области чрезвычайная пожароопасная ситуация. Горят и степи, и леса. Наказание за препятствования для скорой. Госдума ужесточила законодательство. 150 тракторов в год. С какими договоренностями вернулась оренбургская делегация с выставки Агрорусь-2019? Опасный котлован. Почему на улице Советской раскопали площадь под атриумом? Остались без тепла. Оренбургцы с просьбой о помощи обратились на горячую линию ОРТ. Неограниченные возможности. Оренбургские спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата завоевали медали. На востоке области чрезвычайная пожароопасная ситуация. За минувшие сутки зарегистрировано возгорание сухой травы на территории 15 муниципалитетов. Общая площадь уже составила около 1000 гектаров. В данный момент спасатели борются со степным пожаром в Гайском городском округе. На месте 6 автоцистерн и пожарный поезд со станции Орск. В одно время с возгоранием на этом территории был зафиксирован пожар в Новотроицком городском округе. Но его уже удалось локализовать. Там с пламенем боролись 8 автоцистерн и 4 водовоза. Площадь возгорания составила более 10 гектаров. По данным регионального МЧС, всего за минувшие сутки в регионе зафиксировано 15 степных пожаров и один лесной. В степях огонь бушевал на территориях Адамовского, Беляевского, Саракташского, Новоорского и Кваркинского районов. Пламя полыхало также в Кувандыкском и Ясненском городских округах, в Медногорске. В Орске в это время горел лес. На данный момент пожар ликвидирован. Так, на востоке еще несколько очагов возгорания. Действует пятый класс пожарной опасности. Как отмечают специалисты, он вызван повышенным атмосферным давлением. Серьезный пожар и в Орске. Сегодня вечером загорелись и степь, и лес. ЧП произошло в районе поселка Мостострой. Огонь охватил территорию площадью в несколько десятков квадратных метров. Ситуацию усугубляет сильный ветер. По словам очевидцев, пожар уже подбирается к жилой зоне. На месте развернут оперативный штаб. Помимо пожарных, там работают сотрудники РЖД. Специалисты лопатами перекапывают степь на пути огня. В продолжение темы. Пожар в Новоорском районе до сих пор не потушен. Четвертый день спасатели борются с возгоранием. Как говорят в региональном МЧС, ситуацию осложняет ветреная сухая погода. Накануне огонь подступил к скважине, откуда жителям Новотроицка подается чистая вода. От степного пожара загорелась и трава возле детского лагеря. К другим темам. Госдума ужесточила наказание за препятствование проезду каретам скорой помощи. Теперь тем, кто их не пропускает, грозит не только административная, но и уголовная ответственность. 2017 год. Один из дворов Оренбурга. Это видео снято очевидцами. Водитель ВАЗа блокирует въезд автомобилю скорой помощи. Медики продолжают движение только спустя несколько минут. Еще одно препятствие спецтранспорту в Оренбурге зафиксировано в 2018 году. Во дворе по улице Советской из-за припаркованного автомобиля «Газель» не может проехать реанимация. На кадрах видно, как водитель скорой стучит по машине, чтобы сработала сигнализация. Чем закончилась эта история, неизвестно. Такие случаи регистрируются не только в Оренбурге. Они происходят практически во всех регионах страны. Если раньше за препятствование проезду скорой виновным грозил штраф 500 рублей, то теперь наказание ужесточилось. Штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. Нарушителя также могут лишить водительских прав на срок от 3 месяцев до 1 года. За воспрепятствование деятельности медработников, если такие действия не содержат уголовного состава, штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей. Если в результате здоровья пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность. Вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. В случае смерти пациента виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок до 4 лет. В Государственной Думе отметили, изменения обсудили с медицинским сообществом и экспертами. По словам депутатов, ужесточение законодательства позволит защитить пациентов и медперсонал скорой помощи. А теперь к сводкам с полей. В Оренбурге продолжается уборка пшеницы. На сегодня работы ведутся в 39 муниципалитетах региона. По данным Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области намолочено 46 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 12,6 центнеров с гектара. В то время как в прошлом году показатель был выше и составлял 16,3 центнера с гектара. Снижение агрария объясняют погодными условиями. Засуха в первые два летних месяца сказалась на урожае. В передовых отдельные хозяйства. Бузулукский, Курманаевский, Красногвардейский, Новосергивский, Переволодский районы. Продолжается заготовка кормов. Скошено почти 230 тысяч гектаров. Заготовлено 130 тысяч тонн сена. И в продолжение темы. 150 единиц тракторов ежегодно должны пополнять сельскохозяйственный автопарк. Соответствующее соглашение есть между региональным правительством и петербургским тракторным заводом. Там побывала оренбургская делегация в рамках международной агропромышленной выставки «Агрорусь-2019». Удалось договориться и об увеличении поставок зерна в Ленинградскую область. Об этом нашему телеканалу в эксклюзивном интервью рассказал исполняющий обязанности первого вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин. Он как раз и возглавлял оренбургскую делегацию. Стояла задача увеличения экспортного потенциала регионов. И поставлены четкие и конкретные задачи в том, что в Оренбургской области отмечено было на встречах с руководителями департамента, заместителем министров, о том, что нам необходимо и дальше использовать наши бренды. Это наши сильные сорта пшеницы, это мягкая и сильная, также твердые пшеницы. О том, что надо заниматься глубокой переработкой, ну и в том числе выгодно реализовывать продукцию. Для этого ввели ряд переговоров непосредственно с компаниями государственными, которые занимаются. Закум МКНПЦ – это объединенная зерновая компания. И кроме этого у нас ставился выезд на Кировский мукомольный завод. Это завод, который в целом обеспечивает в округе порядка 70% муки. Порядка полумиллиона тонн закупает он непосредственно только пшеницы. Порядка 200 тысяч тонн закупает ржи. И только в прошлом году сельхоз-старопроизводители наши продали порядка 100 тысяч тонн туда. Вот нам, в общем-то, это один из таких выгодных наших потребителей. Далее вас ждет блок коммерческой информации. Не переключайтесь, после него мы продолжим. Вот о чем узнаете из второй части выпуска. Опасный котлован. Почему на улице Советской раскопали площадь под Атриумом? Остались без тепла. Оренбуржцы с просьбой о помощи обратились на горячую линию ОРТ. Неограниченные возможности. Оренбуржские спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата завоевали медали. Это новости дня. Продолжим. На чем заработать на пенсии? Всероссийский центр общественного мнения назвал самые популярные источники дополнительного дохода будущих пенсионеров. Россияне рассчитывают, что после выхода на заслуженный отдых они смогут получить дополнительный доход от банковских депозитов, накоплений в валюте, а также вложений в недвижимость. Самым популярным и используемым источником доходов россиян на пенсии являются депозитные вклады. Они их знают и умеют их использовать подавляющее большинство. Есть у граждан и денежные накопления в негосударственных фондах. Некоторые вкладывают средства в недвижимость. Непопулярными источниками доходов стали покупка акций, вложения в ценные бумаги. Более половины россиян считают, что выгоднее всего сочетать несколько финансовых инструментов. Чаще всего об этом говорят респонденты от 18 до 34 лет. При этом говорят, что государство должно гарантировать сохранность вложенных средств и осуществлять жесткий контроль над деятельностью финансовых организаций. Далее информация для тех, кто интересуется курсом валют. Доллар и евро за сутки незначительно изменились в цене. Данные Центробанка на 19 июля сейчас на ваших экранах. Планирует ли Оренбурж зарабатывать, будучи на пенсии? С этим вопросом мы вышли на улицы областного центра. Оказалось, большинство рассчитывает только на собственные силы и занятость. Собственное дело, наверное, по-другому никак. Если было бы возможность, то я бы, конечно, на процентах можно было бы протянуть. У меня сейчас есть немаленький бизнес, я надеюсь, он мне как-то поможет заработать на достойную пенсию. А мы много понимаем? Пенсионеры, инвестиции эти. Мне ничего не надо, у меня зарплаты хорошие, и пенсия должна быть хорошая. На пенсии работаем на пенсии. По итогам нашего экспресс-опроса, оренбуржцы не планируют куда-либо инвестировать средства. Их попросту нет. 60% намерены работать, чтобы иметь дополнительный доход на пенсии. 20% надеются на собственный бизнес. Остальные намерены жить лишь на пособие по старости. Площадь Атриума раскопали. Долгострой снова напомнил о себе. Плитка вокруг котлована начала проседать. По словам специалистов, причина в некачественной консервации. О судьбе огромной ямы в центре Оренбурга сегодня говорили в городской администрации. Какие перспективы у Атриума и чего хотят люди? Подробности в материале Ольги Энгельс. Подо мной котлован Атриума. Это 12 метров пустоты, бетонные блоки и арматура. Здесь планировалось 5 подземных этажей с парковками, магазинами и ресторанами. Дело дошло только до второго. Теперь плитка вокруг Атриума проседает. Вместо бетонных плит в некоторых местах только грунт и старый асфальт. Это выяснилось при очередных провалах, как отмечают специалисты. Ситуацию усугубляют постоянные дожди и плохое состояние ливневой калинализации на улице Советской. Горожане расходятся во мнениях о судьбе долгостроя. Я считаю, что портит лицо нашего города. Поставить точку. А как будет туда? Видите, там открыто. Там деревья уже, там лес уже вырос. Лес ладно, а там же подмывают. Тут фундамент этот рухнет, а потом будут руками разводить. Присыпать надо, потому что дом, он уже идет ход. Потому что у нас даже в квартире стены уже лопаются. Я думаю, что в центре должна быть площадь, где люди должны выражать свое чувство к органам власти и просто встречаться с друг другом. Суды, банкротство, внешнее управление, продажа. Коротко о судьбе Атриума. Сейчас это саркофаг, замаскированный под пешеходную зону. Спускаться туда опасно для жизни. Конструкция за 17 лет сильно обветшала. О перспективах недвусмысленно высказался глава города. Мы реально понимаем, что сейчас ни у кого средств нет достраивать Атриум. Поэтому задача пока такая минимум. Снести на площади Атриум вот эти два сарая, которые закрывают открытые места, закатать их в площадь, а подземную часть оставить и думать, что с ней делать. Никаких работ по укреплению и содержанию Атриума не проводилось с 2008 года, сообщает в городской администрации. Сейчас все провалы засыпаны гравием. Самая большая яма глубиной 2,5 метра до сих пор огорожена. На сегодняшний день можно говорить о том, что внутреннее железобетонное помещение, так называемое тело Атриума, не представляет опасности. Вдоль девятиэтажного здания на улице Советской безопасно. Сейчас на улице Советской ведутся восстановительные работы. Производится установка дополнительной бетонной стяжки толщиной 10 сантиметров, чтобы обеспечить отток воды от опасного участка. В мэрии настаивают на детальном обследовании. Для этого нужен допуск на частную территорию, пока ведутся переговоры с собственником. Ольга Энгель, Сергей Пронь, Новости дня. Остались без тепла. В редакцию ОРТ с просьбой о помощи обратились жители Оренбурга. Горожане рассказали, что дом по соседству признали аварийным и снесли. Но вместе с постройкой ликвидировали трубы отопления. Поврежден и газопровод. Как жить в таких условиях и почему чиновники не торопятся помогать? Вячеслав Кампо выяснял подробности. Вот здесь проходила наша тепловая труба, которая давала нам тепло. И уходила она вот сюда вот в колодец. Колодца нету, трубы нету. Наталья Поликутина с трудом сдерживает эмоции. Женщина рассказывает, что стала свидетелем странного сноса здания. На протяжении нескольких месяцев бригада рабочих разбирала соседний дом. Вместе со зданием исчезло теплоснабжение соседнего жилого строения. Кто сносил здание жилой, вот этот дом, мы не знаем. Просто были вот несколько человек. Вот они все это делали. Потом приехал трактор и тронул ковшом вот эту трубу отопительную. Потом собрали все эти остатки трубы и вывезли в неизвестном направлении. Следов былой коммуникации почти не видно. Труба аккуратно отпилена от центрального теплоснабжения, а колодец завален грудой обломков. С места разбора, рассказывают соседи, вывозили только металл и терпич не пострадавший при сносе. Остальное мусор и остатки постройки по-прежнему лежат на своих местах. По словам жильцов бригады, которая занималась сносом здания, помимо теплоснабжения повредила и опора газопровода. Люди опасаются, что зимой останутся и без тепла, и без газа. Опора газопровода держится на честном слове. Она завалена на бок и присыпана кучей кирпича. В соседнем доме живут сразу несколько семей, в том числе и пенсионеры. Георгию Каширину 87 лет. Он живет в полуподвальном помещении. Могут нас оставить без тепла. Могут. Почему? Потому что власти это не нужно ничего. Вот они снесли дом, все. Нам обещают тоже выселить нас, переселить. Когда? Вот ждите. И все. В администрации сообщают, что специалисты уже выехали на место. Ведется сбор необходимой информации и проверка. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Результаты в наших следующих выпусках. Вячеслав Кампус, Сергей Пронь. Новости дня. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, корреспонденты ОРТ готовы помочь. На нашем телеканале работает круглосуточный телефон горячей линии. О своей проблеме можно сообщать по номеру, который вы видите на своих экранах. Звонок бесплатный. Ни для кого не секрет, что в нашем регионе в мире и согласии живут представители более ста национальностей. Важную роль в сохранении традиции играет в первую очередь воспитание детей. Профильные национальные смены в лагерях Оренбургской области становятся уже традицией. Так, в татарском селе Зубочистка-1 вот уже несколько лет существует кружок пуховязания для юных сельчан. А в населенном пункте по соседству продолжают чтить обычаи казаков. Наталья Мороз приобщилась к многонациональной культуре, которая сегодня продолжает жить в Переволодском районе. Она умело крутит шашкой. Единственная девочка-казачка в Переволодском районе, которая так смело может обращаться с оружием. Впервые Женя Назина взяла ее в руки, когда было 12 лет. Говорит, что случайно увидела, как с оружием обращаются соседские мальчишки. Признается, тогда поняла, что хочет научиться так же. Но владеть казачьей шашкой оказалось не так-то просто. Сложность в том, что нужно сделать это очень быстро, аккуратно. Главное не порезаться, чтобы шашка не улетела, потому что это очень опасное оружие, острое. Школьница нарабатывает технику, гастролирует по Оренбуржью вместе с хором. Умение так искусно вертеть шашкой стало частью одного из номеров. Песня «И жить, и вязать» помогает. Представительницы села Зубочистка-1 успевают и слова любимой татарской мелодии вспомнить, и умело перебирать спицами. Молодежь этому в селе только учится, признается Флюра Аблязова. Она обучает мастериц-пуховязальщиц, преподает о завязании. Кружок открылся здесь два года назад. Во многих деревнях вот так открыли кружки по вязанию. Вот мы тоже стремимся, чтобы наши дети, когда вырастут, тоже умели вязать платки и радовать людей. Почти вся деревня занимается пуховязанием. Вяжем платки, вяжем разные изделия, вяжем палантины, паутинки. Ну, и большие шали тоже. Сейчас вот просто у нас начинаем вязать с орнаментом, с такими. Это вот я храм вяжу. Мечети вяжем. На сегодня в кружок ходят 10 девочек. Вероника с самого его основания. Признается, на уроке записалась сразу же. Занятия старается не пропускать. Вязать в ее семье умеют все представительницы женского пола. Из поколения в поколение передают вязальщице свое мастерство. У меня вся семья вяжет. То есть моя бабушка, это ведется с поколения в поколение. Моя бабушка, моя мама, и они передали мне, и теперь я хожу на кружок. Умею вязать маленькие полотенчики, палантины, маленькие, ну, например, подставочки какие-нибудь. Или же, например, чехлы. Сложно научиться? Ну, сложно. Если есть желание, то нет. Сохранить традиции и передать их молодому поколению в Перволодском районе, там, где есть целые национальные села, русские, татарские, башкирские, делают это и сегодня. Люди уверены, общие обычаи и традиции помогают быть ближе друг к другу. Наталья Мороз, Ладисов, Горбунов, Семен Воробьев. Новости дня. Новости из мира спорта. В Чебоксарах завершается чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Сборная Оренбургской области традиционно успешно выступает на этих соревнованиях. Чебоксарский турнир в этот раз по-настоящему масштабный. Вместе с опорниками впервые участвуют спортсмены с нарушением слуха и интеллекта. Всего более 600 человек. Присутствуют представители Международного паралимпийского комитета. Оренбургская команда немногочисленная, но очень качественная. Из четверых трое возвращаются с медалями. Настрой члена паралимпийской сборной страны Дияса из Басарова только на победу. И даже несмотря на болезнь прямо перед стартом, он становится вторым в прыжках в высоту и берет золото в прыжках в длину. Был заряженный, готов на два золота и на рекорды России. Вот, к сожалению, рекорды России в прыжках не удалось побить, а в высоте стал вторым. У меня появился соперник из Дагестана. Очень талантливый спортсмен. Ну, поборемся еще с ним на следующих стартах. Другой нашей сборницы Александре Неделько теперь приходится соревноваться с вернувшейся из декрета трехкратной паралимпийской чемпионкой Маргариты Гончаровой. Александр берет серебро в прыжках в длину и бронзу в беге на 200 метрах. Три медали в активе Семена Картузова, два прыжковых серебра и беговая бронза. Конкуренция на этом чемпионате высочайшая, так как завершилось трехлетнее отлучение россиян от международных соревнований, и все мечтают попасть в Токио. Конечно, появились новые имена, новые спортсмены, которые, в общем-то, тоже так заряжены, потому что следующий год олимпийский. И, в общем-то, конкурентная борьба, конечно, усилилась. В Чебоксары ездил и Илья Невмарин. В 17-м году на Кубке России он получил тяжелейшую травму колена. Ровно год назад в Москве ему была сделана сложная операция. Восстановление после нее занимает два года. Но спортсмены, тем более паралимпийцы, люди особенные. Зимой Илья уже пробовал силе в забеге на 60 метров. А сейчас бежал в 100-метровку, и всего две десятых секунды не хватило до призов. С личными результатами до травмы Невмарин бы в Чебоксарах выиграл все. Нужно укреплять сустав в первую очередь, и после этого уже стараться. То есть, как бы я уже года полтора, наверное, не прыгал, то есть после травмы. Придется все заново начинать и идти вперед к своим результатам. Каникулы не для них. Наши паралимпийцы не прекращают тренировок. Из Басара вскоре отправятся на турнир в Париж. И вместе с неделькой им надо отбираться на чемпионат мира в Эмиратах. Анатолий Юденич, Игорь Героев, Новости дня. Создание в ясном территории опережающего социально-экономического развития приносит первые ощутимые результаты. В технологический кластер приходят новые инвестиции. Реализуются инновационные промышленные проекты. Одним из таких стало производство силикатной мастики «Мастодонт». Это крыша многоквартирного дома. Ее ремонта люди ждали несколько лет. Старое рулонное покрытие давно пришло в негодность. Для нового выбрали кровельную силикатную мастику. Она прочнее и намного лучше держит влагу, отмечают специалисты. Летние дожди уже доказали качество материала. Здесь находилось рулонное покрытие, то есть бекрост. Были множественные протечки. Дожди у нас прошли, дожди были хорошие. И уже один даже слой показал, что протечек не было. Крыши образовательных учреждений, многоэтажек, промышленных предприятий. Кровельная мастика широко используется как в Оренбургской области, так и в других регионах России. Она успешно применяется вместо традиционного рулонного материала. Специалисты отмечают ряд экономичных и технологических преимуществ. Простота нанесения, скорость работ позволяют экономить средства и время. Укладку могут осуществлять три человека. В день бригада выполняет около тысячи квадратных метров покрытия. Это площадь одного многоэтажного дома. Из преимуществ отсутствие стыков и швов. Не нужны огневые работы. Срок службы мастичного покрытия почти 20 лет. У нас уже есть объекты, которые накрыты были в 2000 году. В 1999-м крылись объекты на комбинате, крылись в Оренбурге. Есть в Челябинске такие объекты, в Томске, в Новосибирске. То есть география очень широкая. И эти крыши по сегодняшний день чувствуют себя в таком же состоянии, как мы видим и сейчас. Для производства мастики используют наполнитель гидросиликат магния, который добывают здесь же в Ясном. Это позволяет сделать процесс производства, а значит и сам продукт, в разы дешевле. Ольга Энгельс, Константин Воробьев, Новости дня. На этом мы завершаем наш выпуск. Сейчас я передаю слово своей коллеге Татьяне Штылер. Она расставит некоторые акценты дня. Я напоминаю, вернуться к обзору новостей вы можете на нашем официальном сайте media56.ru. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Будьте с нами. До свидания. Оконная компания «СОК». Окна и ремонт окон любой сложности. Отделка балконов. Цены завода «Самары». Чистота после монтажа. Компания «СОК». Окна, проверенные временем. Аксакова 28. Телефон 306666. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова